Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я расскажу вам про этномир и покажу наши презентации. Мне подготовлено несколько презентаций и видео. Я предлагаю начать с презентации, которая расскажет, что же такое этномир. Как мы говорим сейчас, этномир — это уже креативный город дружбы народов, который объединяет в себе и этнографический парк, и школу, и детский сад. И в этом году мы начали наш новый проект «Поселок Этномир» на 400 домов, которые будут расположены близ Этномира. А также в прошлом году мы начали наш новый проект. Это проект по выращиванию зелени в Этномире, большая ферма, 4,5 тысячи квадратных метров на почти 15 тонн зелени в год. И также, с чего мы начинали? Этномир, как этнографический парк, мы начинали в 2006 году с приобретением земельных участков. Их было два. Это были земли сельхозназначений, не было ни дорог, ни коммуникаций. И за два года мы проложили все коммуникации, сделали дороги. И в 2007 году мы установили первые юрты. Я вот сейчас хочу показать вам из презентации проекта «Этномира» в России. На территории «Этномира» как этнографического парка представлены все государства мира. Это 193 государства, которые признаны ООН. Это все культуры, все народы, которые представлены на нашем земном шаре. Надо сказать, что, как я уже говорила, в 2007 году мы открыли первый этнотвор и установили первые 10 юрт. Почему юрты? Потому что в 2005 году инициатор и руководитель проекта «Этномира» Руслан Байрамов переночевал, как он говорит, и проездив по Центральной Азии, переночевав на Иссыкуле в юрте, принял решение показать это жилище московским жителям. И у торгового комплекса «Троплин» была установлена в 2005 году юрта. Потом была установлена изба, и Руслану Анатольевичу пришла идея приобрести близ Москвы земельные участки, где показать жилище народов мира. И с этого и начал светный мир. Как я уже сказала, первые 10 юрт были установлены в 2007 году, и уже в декабре 2007 года мы открыли музей русской печи. Музей русской печи – это самая большая в мире русская печь, и вокруг нее 9 изб регионов России. Потом мы открыли «Однодвор Белоруссии и Украины». В разные периоды времени однозначно относились и к «Эдномиру», и к программам экскурсионным, которые мы проводили в «Эдномире», особенно по Украине и Белоруссии. Но мы говорим о том, что «Эдномир» – это территория, где все культуры и все народы равны. И мы представляем абсолютно все культуры, все народы, населяющих наш земной шар. После этого мы заложили «Эднодвор» Юго-Восточной Азии, и сейчас принимает гостей и гостиница Индии, и культурный центр Индии, который мы открыли в 2015 году. Практически все послы Южной Азии приехали на открытие данного культурного центра. Равных ему сейчас нет в мире, и они хотят тиражировать этот проект в разных странах мира. Также открытый для гостей и принимает гостей гостиница «Непал», дом «Непала», Шри-Ланка. И мы начали строить наши павильоны «Улицы мира». Если вы посмотрите на картинки, это с одного по четырнадцатой такими обозначенными оранжевыми точечками и серенькие. Оранжевое – это то, что уже построено, а серенькое – это то, что строится. Вот сейчас вы видите посередине картинку. Это как раз наша улица мира, павильон Европы. Первые павильоны, которые мы начали строить, это были павильон, так называемый наш «Вокруг света», где представлены 45 домов народов мира. И вы можете совершить кругосветное путешествие от Азии до Южной и Северной Америки. Сейчас на презентации показаны павильоны павильоны улицы мира, которые уже построены. Я могу немножко прокомментировать их. Это Австралия и Океания, Юго-Восточная Азия, Восточная Азия – наш Гималайский дом, Южная Азия – это Конгресс-холл, где проходят наши мероприятия. Центральная Азия – это наши гостиницы, ресторан, это наши магазинчики. И вот седьмой, восьмой павильон, как раз павильоны «Вокруг света», Азия и Европа. Дальше идёт Западная Азия – это павильоны, которые в проекте. Те павильоны, которые ещё не построены. Южная и Восточная Европа, Западная и Северная Европа. Очень красивый у нас павильон Африки. Мы уже заложили камень в строительство этого павильона, на котором присутствовали порядка 50 представителей государств стран Африки, африканского континента, Южной и Северной Америки. Надо сказать, что в прошлом году мы открыли наш павильон Австралии и Океани. Это первый павильон, это наша школа. Это общеобразовательная частная школа, которая имеет лицензии. Сейчас это начальная школа, и у нас обучаются дети с первого по четвёртой классы. Также, вот сейчас вы видите картинку, это вся территория Эдномира, все Эднодворы, все страны. То, что выделено немножко таким синим цветом, это наш проект «Россия в Эдномире». В 2016 году проект «Эдномир» был представлен на экспертном заседании ОСИ президенту Владимиру Владимировичу Путину, и представлена была его российская часть. Так как проект «Эдномир» реализуется в России, то большую часть территории была удано под Россию. Это 85 регионов России для представления своего потенциала. Проект называется «Россия в Эдномире». У нас есть отдельная презентация, я коротко потом остановлюсь на ней. Ну, если у кого-то будет интерес к этому проекту, мы приглашаем к сотрудничеству регионы Российской Федерации для представления на территории Эдномира своего региона. Уже сейчас у нас построены и представлена Республика Дагестан, Татарстан во время проведения международного фестиваля «Хлеб-демир». Президент Татарстана подарил лице Республики Эднодвор Татарстана. Он у нас работает, открыт. Из российских регионов также представлен Эднодвор Сибири и Дальнего Востока. Это 45 жилищ народов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Это и гостиничные номера. Это еще наше небольшое кафе-кочевник. Также из регионов Российской Федерации представлена Амурская область. Это бани Амур. И сейчас ведутся переговоры с представителями различных регионов. заключено порядка 50 соглашений с регионами Российской Федерации по представлению их в Эднамире. И получается оставшихся 48, если вычесть культурный центр инновационный, который обозначен цифрой 4.34, это Эднодворы регионов и стран народов мира. Дальше у меня в презентации есть более подробное описание, что будет представлено на территории каждого Эднодвора. Вот то, что у нас сейчас есть на мире. Это парк, это лесные зоны, это 5 Эднодворов, о которых я сказала. Вот вы видите наши гостиницы сейчас. Это Шрионкинский Лев, это у нас на картинке показана гостиница Индии и представлен как раз павильон Центральной Азии. Вы видите сейчас на презентации мероприятия, которые мы проводим в Эдномире и как раз школа Эдномир, которая уже сейчас открыта и принимает детишек. Здесь вот музей русской печи, вы можете посмотреть наше мероприятие, это такая заполненная улица мира, когда у нас проходят фестивали, выставки и крупномасштабные мероприятия. Если говорить о том, какой путь мы прошли в реализации проекта, то я в Эдномире уже 16 лет, а в следующем году Эдномиру 16 лет, пришла я работать в холдинг давно, уже 20 лет, и 16 лет я в Эдномире. Начинали мы с приобретением, как я уже говорила, земельных участков, и хочу сказать, что, наверное, Эдномир, как немногие проекты в России, это частный полностью проект, мы, конечно же, работаем с государственными органами власти, с фондами, в части проведения мероприятий, иногда участвуем в каких-либо тендерах, выигрываем их, иногда невыигрываем их, но в основном все, что касается нашей деятельности, инвестиций, которые мы вкладываем в развитие проекта, это наши собственные денежные средства, которые мы зарабатываем на других проектах, и с 2008 года Эдномир находится в оперативном наливе, то есть мы зарабатываем деньги на свое существование, на свои текущие расходы, конечно же, без учета инвестиций, инвестиций, и, наверное, можно сделать исключение, это ковидный год, когда многие из вас, многие из нас, и мы в том числе, были закрыты три месяца, и, конечно же, сейчас мы потихонечку восстанавливаемся. В чем состояли сложности для нас в реализации этого проекта? Ну, наверное, сложности составляли в том, чтобы разработать самую архитектурную часть проекта, хотя я хочу сказать, что идея проекта с момента начала этого проекта она не менялась, и всю ту структуру, схему и планы Эдномира, которые были 16 лет назад, они остались до настоящего времени. Но найти 190 архитекторов из каждой страны мира, а в каждой стране еще есть свои народы, это было достаточно сложно. И мы приняли решение, мы искали архитекторов в России, искали где-то удаленно в других странах и формировали образы и картинки Эдномира, исходя из своего понимания. Для нас самое главное было, чтобы был узнаваемый не только бренд Эдномира, но и чтобы каждый дом, когда вы приезжали в Эдномир, жилище было узнаваемо, исходя из понимания нашего посетителя. это достаточно сложно, потому что понимание страны, понимание региона для жителей этого региона, оно очень сильно отличается от понимания иностранца или нежителя этого региона. И, конечно же, показать все это, ценность, показать потенциал, богатство региона страны и совместить его с пониманием, внутренним пониманием жителя, это достаточно сложно. Я уже не говорю о строительных нормах, о строительных нормах, которые мы учитывали, потому что строительство, допустим, в Непале и в Индии, оно идет одно, а у нас есть российские реалии, поэтому, конечно же, мы шли от российских реалиях, но с учетом специфики каждого региона и каждой страны. Одна из главных наших идей, чтобы в каждом регионе, представленном в этом мире и в каждом доме, был хранитель культуры. Это тот человек, который любит культуру, который является частью культуры, и он презентует эту культуру в этом мире, мы называли это хранитель культуры. Сейчас в связи с ковидными ограничениями в этом большие сложности, потому что если приехать коренные жители Сибири и Дальнего Востока к нам могут, то приехать коренные жители из Индии, Непала, из Китая уже сейчас достаточно сложно. Поэтому мы проводим некие телемосты, мы показываем фильмы о стране, о регионе, о народе, о традициях, обычаях этого народа как раз в павильонах улицы Мира, то, что вы сейчас видите на картинке улицы Мира, внутри каждого павильона это некий музей, это дом страны, дом региона, где мы показываем и видео, где есть атрибуты жизни, где проходят мастер-классы. Иногда мастер-классы мы проводим своими силами, иногда привлекаем партнеров, и также обращаемся к посольствам и культурным центрам, которые расположены на территории России, в основном это культурные центры посольств, конечно же, иностранных государств, для того, чтобы они проводили с нами совместно праздники, мероприятия, свои выставки и презентации. Мы достаточно активно работаем с посольствами и культурными центрами на протяжении уже, наверное, 15 лет, и я сама лично посетила 146 у нас посольств представленных на территории России, ну, где-то порядка 100 посольств я посетила, и мы презентовали проект «Эдномир» в посольствах с целью привлечения партнеров, с целью привлечения инвестиций в проект «Эдномир». Конечно же, посольствам достаточно сложно привлекать инвестиции, но помощь в наполнении артефактами, помощь в экскурсионных, методологических программах посольства в большей степени нам оказывают. оказывают в настоящее время одни из самых активных, я бы сказала, посольств, с которыми мы работаем, это посольство Индии, посольство Китая, мы работаем очень активно с посольством Германии, ну, и с некоторыми посольствами европейских стран, которые к нам приезжают и проводят свои мероприятия. На территории «Эдномира» проходит порядка 40 фестивалей и праздников этнического характера. Конечно же, сейчас эта деятельность приостановлена в связи с ковидными ограничениями, но в большинстве своем это небольшие тематические этнические мероприятия, которые мы проводим и с которыми можно ознакомиться на сайте этномир.ру. Это основной сайт, где также расположен наш календарь событий, когда наши посетители попадают в парк, ежедневно у нас проходит календарь событий, куда входят экскурсии, мастер-классы, анимационные программы, туда могут входить какие-то выступления этнических коллективов, шоу, которые мы проводим. Каждый день в «Эдномире» проходит программа дня. Каждый день мы принимаем посетителей, «Эдномир» закрывался только один раз, это ковидные ограничения. В прошлом году мы были закрыты три месяца. Простите. В этом году и вообще всегда на протяжении 16 лет «Эдномир» работал каждый день. Мы говорим, что мы работаем 365 дней в году, 24 часа в день. У нас приезжают гости, которые проживают в отелях «Эдномира», посещают рестораны, экскурсии, мастер-классы и наши музеи, а также тематические парки. Если говорить о структуре существующего «Эдномира», то мы, конечно же, работаем прежде всего иначе. Мы из того, что мы работали как парк, в который приезжали, отдыхали люди, посещали гостиницы, посещали, простите, наши музеи, рестораны, экскурсии, мастер-классы, наши анимационные игры, квесты, квизы, театральные представления, которые мы проводим в «Эдномире». Потом начались, «Эдномир» был представлен как пансионат, как гостиницы. У нас сейчас 12 гостиниц, в которых проживают порядка 700 человек, то есть у нас 700 койко-мест, 13 ресторанов на территории «Эдномира». у нас порядка 100 музеев, это и музей спичек, музей СССР, музей минералов, музей утюгов, то есть достаточно много музеев, и в принципе каждый павильон улицы мира это тоже музей. На территории «Эдномира» также у нас открыты тематические парки наших партнеров, это волшебная страна, это динопарк, лесной лабиринт, где можно прогуляться понад лесом порядка протяженностью 1 километр лабиринт, это очень интересное место, которое любят наши посетители. Осенью мы открываем новый парк, парк животных России, это будет уникальный проект как в Калужской области, так и для всей России. У нас также работает зооферма, то есть любой посетитель «Эдномира» может прийти посмотреть на домашних животных, покормить их. У нас работает дом Кубры-Мобры, у нас есть питомник Хасак. На территории «Эдномира» представлено спа, это спа в нашей Шри-Ланке и спа в павильоне Восточной Азии. В 2016 году мы открыли детский сад на территории «Эдномира». Первоначально была идея сделать его корпоративным, но потом в этот детский сад стал частным детским садом, куда уже приходят не только дети сотрудников, но и дети жителей близлежащих населенных пунктов Боровск, Балабаново, Обнинск. Мы проводили и провели порядка 86 смен детских лагерей. Это следующий наш шаг в развитии «Эдномира» как креативного города, это «Эдномир» как образовательный кластер. По проведению лагерей мы где-то проводили лагеря совместно с нашими партнерами, лагеря мы проводили самостоятельно, порядка 40 смен мы провели лагерей самостоятельно, без привлечения партнеров. Только последние два года мы не проводили наши лагеря. Лагеря мы проводили для детей трех лет, у нас есть такой опыт, даже три года и семь месяцев был нашему младшему участнику лагеря и для взрослых студентов и молодежи 20 до 25 лет, включая иностранцев. Мы проводили мероприятия такие как «Открой Россию» вместе, проводили лагеря летней школы с МГИМО, с МГУ и в следующем году мы планируем также продолжить проведение лагерей и летних школ в Эдномире анонсировать, наверное, будем уже в конце ноября, начале декабря те мероприятия, которые мы будем проводить летом. На территории Эдномира проходят также выпускные для четвертого класса, выпускные для девятого, для одиннадцатого класса. И в этом году мы приняли порядка в день двадцати автобусов со школьниками, для нас это не очень много, но это первый постковидный год, когда мы начали принимать школьные группы. До этого у нас было порядка 170 автобусов, хорошие времена в мае, когда к нам ехали школьники и студенты. в 2019 году во время проведения Питерского экономического форума мы презентовали франшизу Эдномира, и мне хотелось бы остановиться на презентации Эдномира в различных странах мира. По идее и по нашим стратегическим планам развития мы хотим построить Эдномир в 10 странах мира. Понятно, что реалии современной жизни вносят свои корректировки. В 2019 году нами были разработаны проекты и заключены соглашения по строительству Эдномира в Казахстане, в Таиланде, и также у нас есть представительство, которое было открыто в Чехии. Сейчас эти проекты приостановлены, они заморожены, но сама франшиза Эдномир, она полностью разработана, и если у кого-то есть желание взять франшизу, мы готовы работать в этом направлении с вами. У нас разработаны несколько видов франшизы, начиная от маленького объекта и от острова Эдномир, мы говорим от 5 до 10 квадратных метров, заканчивая парком 20 гектарами. С радостью все расскажем, готовы сотрудничать в этом направлении, еще расскажу, если у кого-то есть желание, пожалуйста, обращайтесь. Здесь описаны возможности для сотрудничества, этно-мир этно-мира на территории России, так и с целью представления этно-мира в различных странах мира. Что касается нашей истории развития дальнейшей, то, конечно же, мы говорим о том, что для нас очень важно, и мы поняли, что важно для наших посетителей находиться в этно-мире постоянно, почему поселок этно-мира, почему школа этно-мира. Многие хотят переехать, особенно с визитом последние два года с ковидными ограничениями, жить в месте, где они могли бы работать, их дети учиться, и они бы там имели свой дом. Поэтому поселок этно-мира, поэтому в этом году мы стартовали с нашего нового проекта, предлагаем участие как инвесторам в этом проекте, так и нашим посетителям, которые хотят жить рядом с этно-миром. Это поселок не внутри этно-мира, это поселок рядом с этно-миром, он граничит с этно-миром, и, конечно же, жители поселка будут иметь большие льготы и преференции на посещение парка. По сути дела, они будут жить рядом с парком, в который могут ходить, пользоваться инфраструктурой парка, пользоваться ресторанами, магазином, аптекой, отдать своих детей в школу или детский садик этно-мир. А также они могут работать в одномире, у нас сейчас в одномире порядка 120 партнеров, которые работают с нами, это наши ориентаторы, которые давно работают, некоторые работают больше 10 лет вместе с нами, как крупный бизнес. У нас есть партнеры, у которых несколько ресторанов, есть партнеры, у которых передана гостиница в аренду, есть партнеры, у которых просто небольшая точка по продаже сувенирных товаров или мастерская по проведению мастер-классов по презентации своего ремесла. Здесь мы открыты к партнерству в любых форматах и, конечно же, понимаем, что переезжая, семья хочет найти не только место для проживания, место для обучения своих детей, но и место для работы. Поэтому такие возможности для каждого нашего посетителя, для каждого жителя мы предлагаем. Я хотела бы сейчас очень коротко еще остановиться, но я обещала, что покажу презентацию и предложение для субъектов «Россия в Эдномире». Здесь как раз рассказывается, дублируется о том, что такое Эдномир, показывается схема территории Эдномира, то, что сотами выделено, это как раз парк наш. И вот проект «Россия в Эдномире» с указанием округов и с указанием тех районов и субъектов, которым предлагается презентация своего потенциала в Эдномире. В этой презентации идет короткое описание уже существующих проектов. Это, допустим, музей русской печи, здесь проекты есть город-мастеров, так и для каждого региона предполагается размещение, это вот наше, скажем так, видение, что можно было бы разместить на территории регионов или районов. Здесь они поделены по экономическим районам. Полностью предлагается финансовая модель структуры, варианты, расчеты, потому что все, что касается уже видов деятельности приложений, они проработаны, поэтому можно обращаться и, конечно же, мы сможем рассказать, ну и дать предложение по работе с нами. по поводу того, как мы проводим праздники, хотелось бы акцентировать внимание и пригласить, конечно же, на новогодние наши праздники, на Новый год в Эдномире. Я хочу показать небольшой ролик, это ролик Масленицы. Масленицы. Продолжение следует... 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 который состоит из 250-300 мероприятий. Это экскурсии, мастер-классы, это шоу для детей, это анимационные игры, квесты, ориентированы порядка от 5 до 7 тысяч человек в день. То есть наши возможности по проведению программы ориентированы на такое количество человек с учетом проживания в гостиницах «Одномеря» где-то 800 человек. Как я уже сказала, сезон для нас начинается в начале декабря и заканчивается он в середине января. На январские праздники можно покататься на хасках, полетать на вертолете, на воздушном шаре, если позволяет погода. Это различные снежные шоу, игры, которые мы проводим на территории этномира. Кроме этого, очень важным для нас праздником и для наших посетителей является Рождество. Обычно на Рождество мы проводим рождественские гадания, где люди расходятся по хатам или по домам музея русской печи, Белоруссия, Украина. Это гадания, это большой костер, большой рождественский костер, это гуляния, это, конечно же, угощение, угощение, чай из самовара, сбитень. В основном все проходит в традиции народов России, Руси, но прежде всего это наши славянские народы. Что касается дальнейших мероприятий, которые мы проводим на территории этной мира, то, конечно же, наш календарь событий, он связан с традициями и обычными стран народов мира. И следующее яркое такое мероприятие, зимнее, это для нас китайский Новый год. Мероприятие и события, которые, как ни странно, любят очень многие наши соотечественники, гости этной мира, с удовольствием приезжают во время проведения этого мероприятия и участвуют в программах китайского Нового года. Это все, что касается, наверное, сейчас нашей деятельности и текущего проекта «Эдной мир», парка «Эдной мир». А если говорить о какой-то финансовой составляющей, о сотрудниках, то, конечно же, здесь, наверное, как и у каждого туристического объекта и объекта инфраструктурного, есть свои сложности, есть свои вопросы, которые мы решаем. Ну, если говорить о управлении, издавали эти вопросы о сотрудниках «Эдной мира», то у нас сейчас в оперативной деятельности порядка 150 человек работает постоянно, и в сезон мы привлекаем еще порядка 100 человек, которые работают в «Эдной мире». Часть наших коллег работают удаленно, они так и не вышли. Это методологи, это офис продаж, который у нас свой, это наши маркетологи, это диджитал-отдел и сотрудники, которые работают постоянно в «Эдной мире», которые проживают даже в «Эдной мире». У нас есть служебное жилье для сотрудников и для их семей, и сейчас очень многие не только сотрудники, но и их семьи, дети уже работают в «Эдной мире», помогают своим родителям, работают как в «Эдной мире», так и у наших партнеров. Для наших сотрудников у нас предусмотрены, и мы предлагаем проживание, предусмотрены скидки в ресторанах, у нас льготные условия на то, чтобы дети ходили в детский сад и в школу, льготные условия по участию в поселке «Эдной мир». Нам, конечно же, очень важно, чтобы наши сотрудники чувствовали себя жителями и единой командой «Эдной мира». Практически все руководители направлений с нами достаточно давно, уже больше 8, кто-то и 10 лет, и нам очень важно действительно, чтобы сотрудники «Эдной мира» оставались у нас надолго, желательно на всю жизнь, и привозили свои семьи. Потому что, конечно же, найти сотрудников, когда рядом есть Москва, и предлагают очень хорошие условия в Москве, достаточно сложно, тем более, если говорить о квалифицированном персонале, которого сейчас достаточно сложно найти. Что касается управления туристическими потоками, то здесь мы еще в 2008 году поняли, что необходимо работать на различные, скажем так, сферы и привлекать наших посетителей как с области туризма, образования, работа с группами по интересам, корпорантами, частными туристами, для того, чтобы не было большого проседания в продажах. Поэтому мы работаем с различными потоками, с различными клиентами, с сегментами рынка. Конечно же, перестраиваемся и с 2008 года, с 2007 года, когда открылся «Эдной мир», наш клиент, он изменился. Он очень сильно изменился до ковидное время, я бы сказала, с 2018 в 2019 год, и особенно после ковидный период времени, когда мы открылись, для нас практически с рынка ушел клиент эконом-класса и остался, наверное, клиент среднего класса и выше среднего класса. Конечно же, рынок требует, и наш клиент требует изменений, качественных изменений, как в обслуживании, так и, наверное, продуктах, которые мы разрабатываем. Мы всегда идем от клиента и считаем, что необходимо формировать самим рынок, быть на шаг дальше от всех предложений, которые есть сейчас на рынке. Это сложно делать, но всегда прислушиваемся к менеджерам офиса продаж, к нашим экскурсоводам, которые работают с нашими посетителями, с клиентами для того, чтобы знать и пожелания клиента, и уметь предвидеть и формировать рынок. Если говорить о планах Эдномира на будущее, то, конечно же, мы хотим продолжать строить Эдномир. Сейчас на территории Эдномира представлено где-то 25-30% от задуманного, то, что мы хотели бы видеть на территории Эдномира. Мы развиваемся. В этом году мы откроем, как я уже и говорила, нашу ферму. Мы запускаем несколько проектов по работе с нашими партнерами. Начинаем строительство апартаментов в самом Эдномире, привлекаем инвесторов, привлекаем партнеров к участию в проекты России в Эдномире, к тому, чтобы к нам приходили партнеры и участвовали в строительстве, презентации Эднодворов Европы, Африки, Южной и Северной Америки. Мы говорим, это наше западное полушарие. Привлекаем партнеров для того, чтобы проводить крупномасштабные мероприятия. На территории Эдномира уже проходили мероприятия Дикое Мято, Мамакабо, мероприятия федерального масштаба, международного масштаба. И для нас, конечно же, очень важно генерить новые идеи, новые продукты, чтобы мы были востребованы, актуальны для наших посетителей. Если есть вопросы, я готова ответить на любые ваши вопросы. Я думаю, что все презентации и ролики можно будет взять у организаторов. У нас достаточно много роликов, которые я не показала. У них можно скачать, можно посмотреть на канале YouTube, попросить у организаторов ссылку, если необходимо. Можно будет обратиться и наши коллеги вышлют ссылки. Мы всегда открыты к сотрудничеству, приглашаем в Эдномир, приглашаем по работе с нашим проектом фонда. У нас осталось немного времени, и я хотела бы несколько слов сказать о проектах нашего фонда. Фонд «Диалог культуры. Единый мир» это фонд, который является инициатором проекта и президент этого фонда Руслан Байрамов генерирует различные идеи и проводит их, воплощает их в жизнь международного формата. Так, последний наш проект по фонду это установка бюстов и памятников Гагарина по всему миру. Мы установили уже более 58 бюстов в более чем 50 странах мира. Это и Китай, Америка, Индия, Германия, Франция. С деятельностью фонда можно ознакомиться также на сайте фонда. Очень много скульптурных композиций представлено в самом Эдномире. Когда заходишь, входная группа «Эдномир» представлена памятниками выдающимся деятелям земли, я бы сказала. Это Менделеев, Даль, это и Циолковский у нас представлен, и Королёв. У нас также есть Конфуций, Лао-Дзы представлены в Эдномире. Памятник матери Терезы, памятник Гагарину, памятник Макаренко. Очень много скульптурных композиций. Это и скульптурные композиции «Четырём мудрецам». Есть галерея бюстов, «Ста бюстов великим учителям человечества». Мы проводим экскурсии. Рады будем всех видеть вас на наших экскурсиях в Эдномире. Всего доброго, до новых встреч!